здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать в империю где стоит счастье и процветание где властвует новое сознание и изобилие моя жизнь полна волшебства и счастья и у нас с вами сегодня праздник совсем точно прочитала это мой видео а семинар 2008 года американские которые можете видеть на моих американских видео еще здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать в империю где царит счастье и изобилие где областвует новое сознание и процветание моя жизнь полна волшебства и счастья и у нас с вами сегодня праздник я приглашаю вас быть моими гостями мы не случайно отмечаем его возле новогодней елки вы понимаете да это я видео семинар написала в америке там стоит шикарная новогодняя елка так больше чем два метра такая совершенно шикарная нужно понимать что это мой написанный авторский видео семинар позитивного мышления вспомните как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их восполнение о чем сегодня мечтаете какие три желания вы загадали бы если бы появился джин и сказал что исполнить все что вы попросите подумайте а мы еще вернемся к этому вопросу дело в том что это видео я решила заснять потому что сейчас я снимаю такие шоу короткие видео про мою студию творческая студия позитивного мышления татьяна салмановны мактум сави фудин и начала снимать уже моя так скажем сегодняшнюю программу и зарядка на моем ноутбуке в порядке есть еще зарядка на ноутбуке или вдруг компьютер выключился выключил но самое интересное он не записал это видео так что это к чему это татьяна салмановна наверное есть такое немножко такое отступление я на одном из моих видео говорила что в общем как от кого от ноутбука от видеокамеры хочу чтобы я меня моя видеокамера на моем ноутбуке заснимала как мисс вселенная так что это можно сказать знаете проверка ноутбука моего компьютера заснимать это видео или как ноутбука ох я такая агент 0 07 давайте вначале определимся кто же он человек нового сознания может поближе чуть сказать я читаю с моего с моего ноутбука я читаю нужно иметь ввиду давайте вначале определимся кто же он человек нового сознания это человек который знает что если ему посчастливилось родиться на этой земле значит он уже уникален и обладает способностями раскрытые совершенства которые он становится гением это человек который живет осознанно и наслаждается своей жизни поэтому сегодня наверное придется мне заснимать мою программу такими шот шот видео ну чтобы точно знать что мой ноутбук записал мое видео о том представляете я буду это говорить он же показывает что заснимает да когда вы встречаете такого человека на своем пути и видите как ему везет в жизни как он преодолевает все проблемы и препятствия и решает все свои вопросы вы очень хотите знать его секрет вы спрашиваете у него как твои дела а он отвечает я думаю только о хорошем только о том что хочу иметь в своей жизни у меня вообще не знаете есть несколько вариантов я же когда писала мои видео семинары так же как книгу я же эти по главам и дополняла то есть у меня на моем ноутбуке а вода адресская американская часть версии вот эта запись у меня есть разные то есть я живо сало видео семинар и дополняла дополнял то есть где-то немножко эти вариации вы поняли что такая варьирует это вариант хорошо вам очень хочется знать его секрет и он отвечает я думаю только о хорошем только о том что хочу иметь в своей жизни потому что я знаю секрет все о чем я думаю и говорю я привлекаю свою жизнь поэтому я предпочитаю думать о прекрасном и говорить только о хорошем я знаю что все возможно я верю свою безграничную энергию и великую силу которая знает бесконечное изобилие красоту и любовь такое понятие как нехватка ей просто неведомо эта сила может помочь нам только через наши мысли слова и наше воображение и сделать реальным на только и сделать реальным только нашими же руками но анекдот мы здесь пропустим дальше я говорю анекдот ну что ближе к инстаграму или такие восемь минуток позитива статяна салману и мактум сайт сейчас будет восемь минут видеосъемочки или к инстаграму кто интересуется моим творчеством вчера на мою страницу фейсбука тогда вы можете посмотреть как вам зайти на мою страницу фейсбука на мою страницу вконтакте Татьяна Салмановна через дефис мактум сайт это пишется на русском языке чтоб я не повторяла мою страницу фейсбука я просто вчера загрузила огромное количество видео с инстаграма Натальи Борисовны Правдиной вот я кстати обещала вам сказать кого я знаю лично кстати с Натальей Борисовны Правдиной я знакома лично я посетила ее семинары ее семинар и так скажем другие лекции вот и после семинара знаете там такой брейк брейк и вообще после лекций Наталья Борисовна подписывала книги так что вот я обычно знаете как она говорила даешь ее книжку там упали например там эта книжка у меня были подписаны ее рукой эти книги я люблю богатство в моих руках я люблю себя так что вот обычно это происходило так даешь ей эту книгу твою книгу ну Наталья Борисовна Правдиной она ее открывала на форзации и спрашивала поднимала взор на вас и спрашивала кому подписать Татьяна Салмановна почему вы считаете что вы лично знакомы с Натальей Борисовной Правдиной так что вот так что вот потому что Татьяна Салмановна подошла к ней вот попросила Наталья Борисовну подписать очень любезно вот книгу вот и она сделала запись так что вот за своей подписью возможно я что-то еще у нее спросила я не помню с 2004 года прошло очень много времени а сегодня нет знаете что инстаграм я поняла что знаете во всем деле там страница вконтакте фейсбука это как-то немножко не то какой-то я посмотрела вчера эфирический инстаграм она такая в отелях а все знаете вообще так это ванит посмотрите может там открыть еще посмотрите инстаграм очень советую такие фотографии шикарные вообще она очень шикарная вот и в этих отелях шикарных ванне такая ванна с лепестками роз и такие вот знаете такой отель и тоже она в театре в этих розах лепестками роз такие фотографии там шикарные вот и мне почему-то показалось что в отличии от фейсбука и вконтакте инстаграм это какое-то новое веяние прям знаете как это нельзя сравнить Россию и Америку потому что ну в общем Россия и Америка они очень отличаются я салмана жила 4 года в Америке так что вот это какое-то такое знаете как я на одном видео говорила знаете когда уже вылетаешь здесь в Санкт-Петербурге в Пулково вылетаешь дальше в Санкт-Петербург Лондон уже проходишь регистрацию уже проходишь регистрацию как там Дьюти Фрелли как это называется эти шопы открываются открываются эти шопы вот Дьюти Фрелли как знаете уже скоро будет посадка на самолет и ты с этим такая красиво одетая с этим чемоданом шикарным и ты уже это уже не Россия это уже знаете это уже какое-то такое ощущение ты садишься в самолет а если это British Airways это понимаете это обслуживание это уже в основном иностранцы летят это иностранная речь вы поняли да а когда ты прилетаешь через 3 часа в аэропорт в лондонский аэропорт и выходишь там и ты видишь понимаете это вот какое-то такое у меня было ощущение вот такого этого инстаграмма шикарного я очень много и видео и фотографий загрузила вот рекламы там знаете и этого года и прошлого года просто мне это очень феерически понравилось а сегодня я посмотрела сейчас пробежимся пробежимся там еще кое-что озвучу я надеюсь эта моя видеокамера она не шалит сегодня она хочет немножко пошалить в общем шалить не надо сейчас посмотрим какая еще волшебная книжечка у Татьяны Салмановны сумочки все ах да вселенная радость наверное наверное этот видеокамера хоть что-то Татьяна Салмановна сделала волшебную палочку или как-то я вообще даже не поняла как она могла не записать вообще мое видео самое главное там ну на самом деле на балконе я снимала там конечно очень солнце в общем как-то вот это в общем вселенная радость санула вселенная радость санула а сегодня я совершенно огромное количество видео и фото в основном видео я сегодня ознакомилась с инстаграмом Иванова Антона Саныча вот которого я тоже лично знаю лично знакома я работала машинисткой в журнале правоведения мне было 18 лет я там проработала лет 5 машинисткой в журнале правоведения так что вот начальником у меня был Антон Саныч Иванов несколько лет которого знаю лично и посмотрев его знаете вот этот инстаграм это это понимаете эти шикарные рестораны это мы тоже это почитаем потому что это нужно вот это все и я загрузила огромное количество видео вот и честно говоря я сделала вывод что годы идут а люди не меняются да годы идут а люди не меняются это к хорошему я хочу сказать он феерически очень любил совершенно такой позитивный феерический Антон Саныч Иванов который очень любил шикарные рестораны шикарную еду вот и прошло много лет я много лет его не видела так что вот сколько лет мне в этом году 20 июня будет 49 лет а видела я его когда мне было 25 25 в этом можно сказать что 24 года прошло 24 года поэтому совершенно феерический я считаю что совершенно у него феерический этот инстаграм а то количество вот как он вообще вот эти блюда вообще это я же вам это знаете это нужно быть вот этим как же знаете как это я еще хотела сказать знаете вот есть такая книга наслаждаться без владения то есть без знаете просто ходить и как-то вот это вот одно дело просто знаете так вот пройти как-то впитать в общем осознать что это дорогие отели дорогие дома и в общем как-то не осуждая восхититься расширить свою зону комфорта вот но сказать вот так вот феерически как вот я посмотрела в инстаграме Антона Саныча Иванова про еду про лучшие рестораны и про вот это вот все эту феерию еды я вот вам я вам я вам не могу у меня нет такого опыта так что вот давайте тогда я открою да с вашего позволения с вашего позволения с вашего позволения как он себя называет это уже вообще первый раз я вам это опубликовала как он себя называет сейчас я вам даже зачитаю это я взяла у него в инстаграме вы можете посмотреть на моей странице фейсбука приветствую друзья некоторые из вас знают что я несколько лет делаю обзоры ресторанов на фейсбуке вот по многочисленным просьбам я решил создать ресторанный инстаблог я люблю вкусно поесть а кто не любит я просто вам это зачитываю с его инстаграма что дальше идет у нас что а выиграй конкурс чтобы поужинать так скажем сейчас подождите на фейсбуке и на фейсбуке и на фейсбуке лучших ресторанов дубая которая составлена по моим впечатлениям и посещение этого города которых было немало потому что Антон Саныч Иванов ну а что я я это я честно говоря восхищаюсь честно говоря я восхищаюсь вообще это я с восхищением говорю в общем на самом деле я никогда не была в Дубае я так понимаю что я узнала из инстаграма Антона Саныч Иванова что он там был в Дубае вот и представляю десятку лучших ресторанов в Дубае вот я просто честно говоря тоже хочу знаете вот из таких ознакомиться это все изучить и если надо будет блеснуть знания знаете какие-то лучшие рестораны как-то вот мне просто это очень самое интересное я считаю что у него шикарный блок я лучше этих блоков по ресторанам не видела даже знаете вот это топ лучших ресторанов вообще как там на ютубе можно за ютубить пять лучших ресторанов в мире вот но его ресторанный вот этот вот блок с этими фотографиями и комментариями мне показалось это просто ну это нужно быть этим супер специалистом в этом это нужно быть посещать вы поняли да в этом разбираться это не просто так значит так что по поводу дубая которые составлены по моим впечатлениям посещением этого города которых было немало которых было немало сразу скажу что все рестораны дубая предлагают вины и другие спиртные напитки по немыслимым высоким ценам что ж такова государственная политика там что касается еды то исходные исходные продукты для нее за некоторым исключением заводят измне хотя и не издалека ну а дальше вы можете прочитать у него что некоторые фотографии у меня здесь не совсем загрузились так давайте уже по фотографиям пойдем феерин конечно знаете меня лобстер интересует мишлен что это по поводу мишлена а вот и что он пишет смотрите опытный опытный конносер конносер я первый раз узнала я сегодня за в яндексе даже специально вам написала кто такой конносер иногда задумываюсь кто я такой когда пишу про рестораны фудблогер человек который фотографирует еду и рассказывает о своем настроении просто дело в том что я не совсем еще ознакомилась понимаете там можно еще почитать об этих ресторанах об его настроении тут она пишет об атмосфере я еще не полностью все это изучила но я считаю что это очень очень и очень интересно вот и как я поняла что вы знаете вот этот конносер это определенный вид искусства то есть понимаете еда как искусство и здесь вообще нет комментариев я считаю что ну я как говорится я считаю что это просто знаете вот этот вот еда как искусство еда как искусство у него вот как раз его вот этот блог на инстаграме вот как раз вот и говорит он рассказывает об этой еде эти фотографии знаете кто-то говорит об армитаже о картинах кто-то о русском музее кто-то о лувре понимаете а вот Антон Александрович Иванов это в хорошем смысле я хочу сказать еда как искусство да так отчасти да конечно так давайте еще раз почитаем футблогер футблогер человек который фотографирует еду и рассказывает свое настроение отчасти да хотя большинство просто делает красивые фотографии вне связи с конкретным заведением просто так но случайно по случаю не совсем похоже на меня когда я цель направлена иду в ресторан кулинар ну в общем в общем да вот я так понимаю здесь фотография этого парикмахера который стилист такой в короне он предлагает открыть вас в общем так интересно ну знаете такие немножко приколы там такие немножко приколы вот такие фотографии корона российской империи черная икра шикарная бутылка шампанского два бокала но очень феерически в общем я с большим удовольствием посмотрела на самолет который тоже опубликован знаете я насладилась наш самолет швейцарии знаете наш самолет швейцарии я конечно там выбирала мясо я не ем я люблю ловстры рыбу фрукты вот я что-то такое знаете выбрать а по поводу драгоценностей да все таки восточная душа загадка этот ювелирный гарнитур стоит около двухсот сорока тысяч долларов двухсот сорока тысяч долларов не знаю кто такие покупает и у него вот это вот изображена вот это вот вот это все татьяна салмановна впечатлилась антон саныч вану татьяна салмановна очень впечатлилась мактум сайфудин это я я была александрива татьяна юрьевна возможно кто-то уже купил кто приобрел эту гарнитуру или она вообще продается понимаете мне нужно как-то в чем-то впечатлиться я вообще вот такая я же вам говорила там впитывать по джону кехов и наталии правдина тенкассажерские машины вы поняли да там bank of america в общем это кольцо с бриллиантом на индийской выставке в общем татьяна салмановна впечатлилась она хочет кое-что сказать сейчас почитаем мне кажется это церемониальные вещи на свадьбу например потому что штуку можно эту разобрать на несколько вещей носить уже почти повседневных ну я бы так я бы так ну я бы так делала а это комментарии это знаете это нет я сейчас прочитала знаете минуточку дело в том что я там опубликовала его коммент а там же еще есть комментарии это 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 прокомментировала это кто-то прокомментировал а значит смотрите еще раз возвращаемся к тому в общем вот эта драгоценность я так понимаю что все натуральные вот эти камни и так далее все таки восточная душа загадка этот ювелирный гарнитур стоит около двехсот сорока тысяч долларов не знаю кто такие покупает я надеюсь Адон Саныч Иванов этот гарнитур не купил вы можете ознакомиться с этим гарнитуром Татьяна Салмана Мактун Тайфудин претендует на этот гарнитур так же как и на то кольцо которое мне понравилось на выставке индийских драгоценностей я говорила что да я вот выйду замуж и муж мне подарит это кольцо Татьяна Салмана впечатлилась этим гарнитуром я так понимаю Адон Саныч наверное увидел это в Дубаях как раз Татьяна Салмана собирается посетить Дубай Татьяна Салмана хочет сказать что тогда это было много лет назад это был 2009 год а сейчас у нас 22 мая 2021 года так что Татьяна Салмана впечатлилась этим гарнитуром ты хочешь сказать что будущий муж Татьяны Салманы подарит ей вот этот гарнитур за 240 тысяч долларов я не знаю сколько времени прошло возможно этот гарнитур кто-то купил возможно они будут гарнитуры продавать а поскольку я даже и не знаю что это новая какая-то историческая драгоценность ну скажем так если нет гарнитур то закажет примерно такой же что у того ювелира где это сделали я просто не вижу что это какая-то историческая ценность это наверное сделанные гарнитуры которые могут так же ювелиры сделать примерно за такие же деньги вот это вот чтобы оно так же выглядело ну что идем дальше правда ну увлекайся дальше филлическая фотография антона Иванова с шариком про детство совершенно шикарная фотография вот ну да кому-то хочется иногда впасть впасть в детство ну да шикарно совершенно шикарно натюрморт в японском стиле ох эти японские такая да в общем нет в общем на самом деле а вот это вот вот это вот честно говоря вот эти вот официанты с этим золотым чайничком и в этих перчатках и вообще честно говоря и правда ну понимаете ну можно сходить там в Эмитаж в русский музей вы поняли да ну съездиться в Лувр съездить в Лувр а еда это же мы завтракаем обедаем и ужинаем не надо забывать об этом и мы можем наслаждаться едой как искусством чтоб нас вот так вот сказочно обслуживали в ресторанах как вот здесь вот вот этот феерический вот этот золотой чайчик золотой бокал какая-то феерическая еда и вот этот мужчина в этих перчатках понимаете да три раза в день можно этих питаться в шикарных ресторанах и вообще вы понимаете да и наслаждаться едой как искусством я очень впечатлилась вы там посмотрите вот это вот что то он там такое я даже вам не могу прокомментировать я не являюсь специалистом я просто просто искренне восхищаюсь искренне восхищаюсь в общем и очень поддерживаю три раза в день а можно даже пять раз и можно еще на чаепитие куда-то выехать знаете под арфу вот это красиво одеться и вообще вот это вот как искусство вы знаете вот быть в этой феере быть такой знаете как мисс вселенная украшать собой мир и выехать знаете на шикарной машине какой-то шикарный ресторан ну да там и на обед и на обед и на ужин что это такое дурфеля дурфеля бутерброд с черной икрой крабовая фаланга чизкейк из ресторана симач и еще какое-то феерическое какое-то блюдо в общем все такое феерическое вообще знаете такая тема еда как искусство и вот эти вот фотографии вот это же можно пять раз в день наслаждаться едой как искусством и собой да и быть такой как мисс вселенная весь такой шикарный в этих лучших ресторанах будет шикарно обслуживаться вы помнили да вот это вот все это шикарная обстановка шикарная еда в общем насладиться собой едой миром жизни это просто феерически феерически ну первое что там я умею ну раковина да еще будет там опубликована вот эта раковина совершенно такой фан прикол раковина для мытья рука гастропаби гастропаби крендели находится рядом со столиком это еще рядом со столиком ну это знаете такой прикол по типу такая раковина в общем прикол я опубликовала ну а что мы будем обсуждать это привлекает этих туристов привлекает людей вот это наверное ресторан ну что дальше идет инстаграм Наталья Борисовна Правдина занимается спортом обратите внимание она шикарно одета на спорт как в общем на дискотеку это очень хорошо ждем в Женеву и встречай Женева нас встречай книги мои друзья по жизни шикарно 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 давайте немножко посимароним а подключение к каналу изобилия интенсив тренинг медитации Наталья Правдина это реклама ох эликсир молодости эликсир молодости ну это все реклама как уже прошедшая денежная ванна это я просто немножко денежный кофе как же сделать денежный кофе дорогие друзья хочу вам зачитать прочитать вот здесь нажмете и сразу там инстаграм это я ничего я просто восхитилась инстаграмами и Наталья Правдина и Антона Иванова я очень восхитилась и поняла что это какое-то новое знаете прям такой свежий глоток какой-то вот я уже объяснила значит так готовил волшебный денежный кофе волшебный денежный кофе очень приятный ритуал для любителей кофе ставьте ставьте простому очень эффективному ритуалу а ставьте лайк ставьте лайк значит так и так для приготовления кофе вам понадобится молотый кофе корица кусочек или щепоточка далее варите кофе как вы обычно это делаете а когда поднимается шапка пены бросите туда щепотку или кусочек корицы кусочек корицы вы представляете что я вот когда открываю этот инстаграм как прочитать ниже я не знаю как это подвину вы представляете настолько что я не знаю как это подвинуть дальше вам прочитать поэтому у меня знаете посты когда я перепубликовала я просто не знаю как это двинут это ниже так что у меня знаете когда компьютеры работают они работают в общем вот это я не знаю как это подвинуть ниже надо будет спросить потому что в отличии конечно это понимаю у Натальи Борисовны правдив ну что она мастер фэн-шуй дипломированный как говорится преподает и фэн-шуй и позитивное мышление вот и в общем одних там 20 миллионов экземпляров книг одних продано 20 миллионов экземпляров за 20 за 20 лет или за сколько там 20 миллионов экземпляров продано так что это целая команда люди работают знаете оформляют все это красиво как я поняла у Антона Саныча Иванова тоже люди работают над его инстаграмом а я делаю сама все Татьяна Салмановна и вот два канала ютуба Татьяна Салмановна мактум сайт один на русском на английском языке там больше 6 тысяч видео на каждом видео я вот и моя страница вконтакте Татьяна Салмановна через дефис мактум сайт через дефис мою страницу на фейсбуке вы посмотрите на моей странице вконтакте и я сама снимаю мой макияж одежда вы поняли да включаю мой ноутбук заснимаю потом на флешку потом на мои каналы так что вот перед этим Татьяна Салмановна был так скажем такой поздний завтрак как в парижах овсяная кашка с чаем вот ну и Татьяна Салмановна еще любит очень отдохнуть на кассе яс Татьяна Салмановна по 3 с половиной часа бывает ну и поспала Татьяна Салмановна знаете сколько там больше 12 часов вот такие вот дела так что кому интересно тут просто это изучит очень рекомендую очень рекомендую идем дальше секретный магический восьмиугольник красота привлекает удачу и деньги кстати это я читала только в ее книжке я читала в 2004 году и с вами я вам прочитаю это это было написано или в ее книжке я привлекаю деньги или я привлекаю удачу там целая глава посвящена тому что красота и счастье привлекают деньги вот поэтому нужно быть счастливой и всегда одетой по возможности на миллион долларов ну это не обязательно иметь миллион долларов даже если у вас есть миллион долларов вы вряд ли потратите весь миллион на свою одежду как говорится Светлана Ермакова можно одеться очень даже баджетно и выглядеть как вот это гуччи верстачи вот так что вот ну сказать хочется сказать что это все бриллианты все драгоценности что я такая вся знаете такая вся на гуччи и на супер на супер верстачи такая вот это вот вот лук а вы обратили внимание какие у меня шикарные я специально сегодня знаете специально для вас одела я очень редко их одеваю знаете чтобы они увидели это золото это золото на моих этих леггинсах вам видно какие шикарные у меня леггинсы я более в аптеках одела знаете эти шикарные белые леггинсы вот я все это купила за мои наличные деньги в интернет-магазине в интернет-магазине вот ламода кроме кроме сапог кроме сапог так что вот а ведь мои удивительные клипсы я купила в пяти озерах в пяти озерах а вот еще что пояс пояс афродиты я принесла привезла еще из Америки я его купила в магазине тиджей макс или маршалс хотя не знаю где он сам наверное как-то я вам так все сказала лучше сказать что я была в Швейцарии в Арабских Эмиратах и знаете вот я такая как-то украшение такое все дорогое в общем я даже не знаю стоит ли вот это вот говорить что вот это там как-то дешево надо наоборот нужно все-таки себе как-то цену в общем цену говорит что я дорого одета представлять что я уже знаете вот в этих вот этих драгоценностях там надо подумать надо подумать а еще я загрузила огромное количество видео также загрузила вам отзывы пациентов Сергея Сергеевича Коновалова и обратите внимание там один мужчина который так скажем ну вот он посещает на то время как он это говорит он посещает эти так скажем как сейчас они называются раньше это были и раньше это были оздоровительные сеансы в общем это раньше это был оздоровительный сеанс я думаю по другому это называется Сергей Сергеевич Коновалова и там такой мужчина он говорит что ему 85 лет 85 вы обратите как он выглядит он выглядит ну лет на 45 ну на 50 лет на 35 лет он выглядит моложе это точно я была просто удивлена нет вернее Татьяну Салману не удивила Татьяну Салману она это не удивила я просто решила об этом сказать на видеокамеру потому что я сама посещала сеансы Сергея Сергеевича Коновалова больше 10 лет причем постоянно практически постоянно если учесть что я некоторые сеансы посещала и утренние и вечерние то я посещала 10 лет вообще без перерыва а раньше были вот 10 сеансов сейчас как-то 4 а раньше 10 потом сократилось стало 8 10 лет я постоянно так что вот вот такие вот дела я там загрузила там знаете тоже проповедь Сергея Сергеевича такие небольшие в общем да и там знаете основной сеанс там знаете когда там основной сеансы там люди закрывали глаза и проповедь в общем Сергея Сергеевича была у меня очень невеликолепные великолепные воспоминания в этих сеансах вот и я вам хочу сказать что как и те и как и те пациенты восторженные которые говорят что вот да они посещают им это нравится я тоже могу вы знаете только вот восторженный как он там говорил что энергия энергия сотворения энергия приходит с ним в этот зал вот и в общем ну это отдельная история я вам более подробно более подробно расскажу просто я хотела сказать что я посещала его сеансы больше 10 лет но лично я с ним не знакома так что вот не было просто я покупала покупала абонемент вот и сидела ну как и все вот эти люди в этом зале вот я даже не знаю вряд ли они могут сказать что они лично с ним знакомы вот такие вот дела денежный напиток волшебный денежный напиток от Натальи правды сегодня хочу рассказать вам волшебные напитки для богатства реально действуют попробуйте убедитесь сами по 3 ст.л. по 3 ст.л. мёда сверху 3 г. молотого мускатного ореха 3 г. корицы молотой апельсин лимон и что-то там еще что у меня как говорится что я вам не могу сказать и показать по звуку у меня эта штучка не совсем опускается но кому интересно тот может посмотреть инстаграм ознакомиться с Натальей правдиной так что вот изобилие открываем денежный канал денежный канал просто вы знаете как говорит Сергей как советовала говорила на своих сеансах Сергей Сергеевич Коновалов что не надо никому рассказывать если например что-то ну о здоровье да что например вы там вылечились или что-то прошло он советовал об этом не рассказывать вы поняли да он говорил что об этом нужно молчать поэтому Татьяна Салмановна решила сказать еще о другом немножко я просто тоже связываю с этой энергией с этими сеансами как он сказал с этой энергией сотворения вот я связываю то что я как раз начала ходить на эти сеансы мы ходили вместе с моей мамой там алюстровной вот и на самом деле как-то вот стала ходить на эти сеансы и так вот получилось что достаточно обеспеченный человек стал приглашать меня на так скажем на свидание в шикарной в общем в общем ну как сказать в общем на в общем показывать другую понимаете вот ухаживать за мной вот ухаживать за мной очень красиво ухаживать за мной я связываю с этой энергией сотворения которая приходит в зал Сергей Сергеевич Коновалов так что стал приглашать меня в концертный зал октябрьский вот в шикарные рестораны просто вы наверное такого от пациента от его там много что говорили но об этом никто не сказал а я вот считаю что в общем как-то это связано так что вот Даршан сессия Наталья Правда ну все что вам интересно вы можете посмотреть вебинар я люблю деньги я просто пролистываю секретный код миллионера это все Наталья Правдина в общем знает я все это сокрушаюсь она очень интересует я вообще восхищаюсь Наталья Борисовна и Правдиной искренне восхищаюсь феерическая совершенно феерическая 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 ну что ну что знаете 45 минут у меня показывает у меня когда видеосъемочка я на себя смотрю на моем компьютере на экране крупно вот 45 минут показывает мне мой отбук что он ее заснимает я надеюсь так оно и есть ну что остановим или дальше потому что книжечку там я начала просто книжку феерическую главу там феерическая глава из книжки осмирьтесь преуспеть сама хочу я я и не читала я с большим удовольствием с большим удовольствием прочитаю что туда туда на мой на мой такой балкон в мою спальню к моему балкону я ставлю компьютер на мой балкон так что вот и когда и вы можете вытезлить спинку моей кровати так и вот и то и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, ох, как оно, как-то оно, я немножко сюда, как-то немножко нужно, давайте, давайте я вот ей сюда это как-то сделала. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok 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 Диму Торzok Мне просто там доброе дело в этом магазинчике сделано, мне нужно было интернет оплатить. Я решила в ответ им сделать доброе дело, там зашли люди, зашел молодой человек, и я ему хотела прорекламировать, я хотела им сделать выручку. Вот, зашли там люди, молодой человек, я хотела, чтобы он у них что-то такое еще купил, помимо там сигарет или еще чего-то. Я ему говорю, мужчина, вот, пожалуйста, покупайте шампанское, вот это вот, конфеты там, прорекламировала. Я была, знаете, такая, в общем, вот так, да, такая феерическая. На энергиях любви, в общем, правда, он не купил. Он как бы не купил, но я даже сама была удивлена, думаю, что я так это как бы рекламировала, если рекламировать, то нужно Феррари, или дома, или драгоценности за 240 миллионов долларов, ну как мне эту, как там, мне конфеты за 150 рублей. Так что вот. В общем, что глава шестая книжки «Жизнь» осметьтесь преуспеть, осметьтесь преуспеть. Ну, с другой стороны, знаете, его здесь, как бы, я не знаю, я думаю, что вряд ли вы как-то очень супер-супер можете как-то его рассмотреть на моем видео, да. Ну, а что, здесь же далеко, здесь только его силуэтом, только силуэтом можно как-то рассмотреть. Здесь же достаточно очень далеко, в принципе. Какая-то желтая, у него из-под черной куртки желтый капюшон, и собачка у него, а, такая необычная собачка, джинеки такие называются, необычная собачка. Ну, ладно, в общем, не будем отвлекаться, что тут у нас? Жизнь в любви, жизнь в любви. Одной из самых серьезных проблем для каждого из нас является отсутствие любви. Если полностью вычеркнуть это чувство из жизни счастливого, здорового и преуспевающего человека, он будет совершенно разбит, а жизни в его глазах потеряет всякий смысл. С момента появления на свет всем мы испытываем потребность любви. Она необходима нам, чтобы выжить, согласно результатам многочисленных исследований, младенцы, также и десеныши животных с самых первых секунд до своей жизни нуждаются в ласке, объятиях, прикосновениях и других проявлениях к любви. Только присутствие этого светлого человека в их жизни помогает им вырасти здоровыми в умственном, физическом, а также духовном плане. В редких случаях дети даже погибают. Эти достатка заботы, внимания и любви. Результаты исследований, проведенных в университете штата Айова, свидетельствуют о том, что потребность к любви испытывают и растения. Так те из них, которым постоянно говорили ласковые и добрые слова, росли намного быстрее остальных. Ой, сейчас я вспомню, кто же... Ой, знаете, а там даже кошечка подошла поздороваться с этой собачкой. Там такая киса, она подошла, даже к этой собачке почти подошла, заинтересовалась, по крайней мере. Другими словами, бурным ростом они отвечали на любовь и заботу. Сейчас я вспомню, кто-то мне говорил, что разговаривают с растениями. А те из них, которым постоянно говорили ласковые и добрые слова, росли намного быстрее остальных. Смотрите. Что растениям нужно говорить ласковые и добрые слова. А, вспомнила Нина, которая гуляла с двумя кошками. Да, она мне говорила, что как раз вот с этими растениями, ну, кому она говорила, могу ошибаться, ну, 95%. И, правда, смотрите, вот пишут, исследования, исследования с растениями нужно говорить. Тогда они будут намного быстрее расти. Так пишут, я не знаю, это вот. Страница 115, вы можете прочитать с вами, исследования, чего-то, вот исследования. Это не вам не просто погулять, выйти. Результаты исследований, проведенных в университете штата Айова, свидетельствуют о том, что потребность любви испытывают растения. Так что вот, это не просто кто-то сказал, это исследования в университете штата Айова, что с растениями нужно разговаривать. И тогда они будут расти намного быстрее остальных. Ну, что, я просто, знаете, сегодня, когда открыла ее, вот, увидела, я думаю, какую тут, думаю, из книжки, что из книжки? Специалист по объятиям. Когда я открыла, я увидела специалист по объятиям, я бы считала, что это точно нужно, точно нужно прочитать. Точно нужно прочитать. Вот такие вот дела. Сложные времена – это не более чем миф. «Встреча с кумиром». Ну, здесь много чего написано. Книжка-то огромная, книжка большая. Кому интересно, я так думаю, ее можно найти, многие книжки можно прочитать. Можно прочитать даже в этом, как говорится, в интернете. «Встреча с кумиром». 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделайте выбор в пользу счастья. Это глава одиннадцатая. В поисках счастья. Глава шестая. Благодарность. Пятьдесят восьмая страница. Пятьдесят восьмая. Благодарность. Это была самая холодная зима из всех, что я могу припомнить. Дровяная печка, обогревавшая мой дом, снова полностью выгорела и в комнате стала зябко. На кухне я обнаружил, что кусок хлеба, по забывчивости, оставленный накануне на столе, снова объеден с одного конца. Что бы я ни предпринимал против грызунов, извести их не удалось. Я уже смирился с тем, что мне придется делиться с ними своей пищей. Да и все остальное было из рук вон плохо. Деньги были на исходе, и я не знал, где их добыть. Настроение в то утро было прескверным. Казалось, в моей жизни не осталось ни одного светлого пятна. Пишет Джон Кехов в своей книжке. Практически курс счастья. Может быть, прогулка поможет от моего дома до тупика дороги. Ох, Татьяна Салмановна знает. Знает эту историю. Да. Чувство благодарности придает смысл нашему прошлому, приносит покой и сегодняшний день, создает перспективы на будущее. Татьяна Салмановна читала это уже, по-моему, даже и в другой книжке Джона Кеха. Я вам перескажу с вами словами очень коротко. Если кому интересно, вы можете прочитать на странице 60 и 61, что пишет Джон Кеха. Просто он дошел до своего почтового ящика и получил письмо от своего друга. И то, что он увидел в этом письме, просто его ужаснуло. И он понял, что несмотря на всю трагичность его ситуации, о которой я только что прочитала, он понял, что у него не так все и плохо. Я просто вам пересказала своими словами вкратце. А кто интересуется подробностями, тот может прочитать. Это вот в книжке. Вот такие вот дела. Обратите внимание, что может быть еще хуже. В общем, как-то вот так. Смотрите. И дровяная печка, обогревавшая дом, полностью выгорела. И в комнате стала зябка. И на кухне был только кусок хлеба, обглоданный мышами. И денег было мало. И он считал, что, в общем, все плохо в его жизни. Он решил прогуляться до своего почтового ящика, куда ему приносили почту. И получив письмо от друга, он понял, что его ситуация намного лучше, чем у его друга. И он понял, что, ну, в общем, он... Вы понимаете, да, о чем я вам рассказала? Давайте я вам прочитаю. Я здоров, и у меня две ноги. Да я просто везучек. Он понял, что он своими ногами дошел до этого почтового ящика. И он здоров, и у него две ноги. И он просто везунчик. Вы поняли, да? В тот вечер я зажег керосиновую лампу. Но вместо того, чтобы по привычке посетовать на отсутствие электричества, ощутил благодарность за то, что у меня есть керосинка. В противном случае мне пришлось бы сидеть в темноте. И еще утром у меня было плохое настроение, но теперь я радовался жизни. Несмотря на огорчительное известие о несчастье, постигнутое моего друга. А ведь в моих обстоятельствах ничего не изменилось, кроме отношения к ним. Мне в голову пришла мысль, что все дело в точке зрения. Возможно, все зависит не от обстоятельств, а от того, что мы думаем о них. А если так, то наше отношение к себе и к жизни в целом имеет огромное значение. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что вместо того, чтобы видеть плохие стороны жизни, надо составить список всего хорошего. Кто-то звонит. Третий раз, да? А у меня очень тихо, тихо было от телефона поставленный, ну, такой тихий звоночек. Еще с ночи. Запись. Ну, что вы сказали. Вы позвонили, когда я, в общем, это снимаю. Вот как-то, как-то. По-настоящему, что я. Как-то, как-то, как-то. Так, что вы видите, что я, в общем, это заметно. Так, что вы сказали. Там, что мы, когда я спросила. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 то может так сказать, что это кто-то специально заснял эти видео феерически этих блюд, написал, так скажем, информацию, понимаете, об этих ресторанах, чтобы это разместить на его инстаграме, а смысл какой? Я просто думаю, что если бы это был не его инстаграм, то, скорее всего, на этом инстаграме развестили бы какие-то правовые видео, что связано с правом его как юриста, но не как какие-то там, понимаете, эти рестораны и фотографии из ресторанов. Да еще такие фотографии, некоторые даже шуточные фотографии. Так что вот, такие вот дела. Я просто пытаюсь. Это такое. Я просто хочу. Это тоже. Вот здесь. А у тебя все. А у тебя просто. Дальше. А у тебя... Давай. Давай. А у тебя. А у тебя, я с тобой. А у тебя все. Продолжение следует... 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 Ну что, книжки из моей библиотеки... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...